МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десногорский историко-кроеведческий музей отметил свое 20-летие. Мне было страшно. Я боялась того, что мне зададут вопрос, на который я не смогу ответить. Выпускники художественной школы защитили свои дипломные работы. Педагогами проводилась заранее большая работа по развитию и закреплению знаний о летних видах спорта. Спортивная программа для дошкольников «Мы будем побеждать». Сводка криминальной обстановки в городе. А сейчас об этих и других событиях подробнее. С 14 по 20 мая в стране проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ-спит». Смоленская область присоединилась к ней. Все желающие могли анонимно пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус в передвижном пункте сдачи крови. Также специалисты рассказывали о том, как защитить себя от ВИЧ-инфекции и что делать, если диагноз подтвержден. В 2018 году ночь в музее прошла в России в 12-й раз. Уже традиционно в этот вечер Десногорский историко-кроеведческий музей распахивает двери для своих друзей. А в этом году у нашего музея двойной праздник. Мы расскажем вам, как коллектив принимал поздравления. Перед началом торжества в выставочном зале историко-кроеведческого музея были организованы несколько площадок для проведения мастер-классов по прикладным видам искусств. Рукоделие вызвало у гостей особенный интерес. Поздравить юбиляров пришли депутат Смоленской областной думы, директор Атомтранса Михаил Лосенко, глава муниципального образования Андрей Шубин, председатель Совета ветеранов войны и труда Игорь Журавлёв, представители общественных организаций, коллеги и просто друзья. Много тёплых слов звучало в адрес коллектива музея. Андрей Шубин вручил благодарственные письма от администрации Десногорска. Депутат областной думы выразил мнение, что нашему музею пора расширяться. Я надеюсь, что музей, вот, Галимич, вот, Галимич, вот, Галимич, вот, Галимич, ну, немножко разбогатеет, вот, хорошее помещение. Какая достаточно сейчас, довольно прыг, желаю вам ваших близких здоровья. Спасибо. Руководитель детского театра «Гном» вручила сувенир от коллег из города Заречный. И на некоторое время выставочный зал музея превратился в театральную сцену. И актёры «Гнома» подарили юбилярам трогательный отрывок из спектакля Тамары Василенко. Бабушки тоже были маленькими. Коллеги считают, что работники музея являются хранителями истории для грядущих поколений. В нашем музее собирали наши истоки, землю. Не только энергетику земли, но и качество земли и той поверхности, где мы жили. А вот сейчас, пройдя уже 20 лет и уже построив не только атомную станцию, да, не только город, потому что живёт сейчас настоящей жизнью уже, пущенной в жизнь. И вот сейчас пришло время собирать те самые вещи энергетические. Десногорский музей принимает активное участие в гражданско-патриотическом воспитании юных десногорцев. Взаимодействует с ветеранами, поисковиками и школьными музеями. Большую роль играет становление музея, сбор истории нашего маленького города. Может, 20 лет – это, конечно, небольшая цифра, но в плане возраста нашего города, которому всего лишь за 40 лет, это, конечно, очень много, и сколько они сделали, сколько собрали информации, всё это имеет большое значение. Самая большая ценность нашего краеведческого музея – это молодой коллектив. Четыре года как сложился очень крепкий такой дружный коллектив. Это хорошо, когда вливаются молодые кадры, это приносит новую жизнь. И, конечно, у нас теперь коллектив такой сплочённый, дружный. И, ну, наверное, моя гордость, моя опора и поддержка. Наш историко-крывеческий музей ещё очень молод. Ему всего лишь 20 лет. Но в сравнении с возрастом Десногорска, его уже можно считать состоявшимся с богатым багажом истории нашего города. Меньше двух недель осталось до первого единого госэкзамена, который предстоит выдержать нынешним выпускникам. В 2018 году все пункты проведения ЕГЭ в регионе оснастили ноутбуками и высокоскоростными принтерами, на которых будет проходить печать экзаменационных материалов перед началом тестирования. Оборудование уже установлено в 40 школах Смоленской области. С помощью компьютера и высокоскоростного принтера все экзаменационные материалы, включая бланки, члены комиссии будут распечатывать прямо в аудитории за полчаса до начала испытаний. В среднем печать полных комплектов в аудитории из 15 человек будет занимать не более 20 минут. На случай нештатной ситуации резервное оборудование заменит основную технику. В областном департаменте по образованию объясняют, что новая мера повысит информационную безопасность ЕГЭ, сэкономит средства на доставку экзаменационных материалов на места и снизит нагрузку на организаторов. Казалось бы, только поступили в школу, а уже прошло пять лет, и пора защищать дипломную работу. В этом году документы об окончании художественной школы получили 14 ребят. 18 мая в Доме детского творчества состоялась защита дипломных работ. Ученики художественной школы начинают готовиться уже за несколько месяцев. На защите выпускники должны показать не только то, чему они научились за время обучения, но и свой потенциал. Дети самостоятельно выбирают предмет дипломной работы, тему и преподавателя. Работа над проектом позволяет ученику впервые ощутить себя художником, способным на создание творческого проекта и воплощение его в материале. В составе комиссии три преподавателя – Алена Васильева, Галина Кульцова, Елена Яковлева, заместитель главы Александр Новиков и член Союза художников России Валерий Власов. Кроме традиционных натюрмортов, пейзажей и смешанных техник, в этом году на суд зрителей и преподавателей школы дипломники представили монументальную роспись, роспись по дереву и ткани, витраж. О своих дипломных работах рассказали несколько выпускников. Мне было страшно. Я боялась того, что мне зададут вопрос, на который я не смогу ответить. Витраж я выбрала, потому что мне нравится просвет через стекла. Я всегда вижу витраж, мне очень интересно это все разглядеть. Это очень красивые переливы. Я через художку хочу связать свою судьбу с архитектурой. Это моя мечта. Свою работу я рисовала на ДВП «Гуашью». Тема «Уличные музыканты». Меня очень вдохновила эта тема, она очень интересная. Гуашью я смогла передать эмоции своих персонажей. Обучение в художественной школе дает детям не только возможность освоения навыков академического рисунка и живописи, но и помогает в выборе будущей профессии. Очень приятно смотреть, когда молодежь заинтересована. Когда она чем-то увлекается и отдает часть своей жизни какому-то творческому процессу, в принципе. Хорошую, хорошо пишут. Графика хорошая в этом году, очень порадовала графикам. Ребята очень порадовали. Все работы выпускников можно увидеть в течение месяца на первом этаже художественной школы. В детских садах нашего города уделяется большое внимание воспитанию здорового образа жизни маленьких десногорцев. Вырасти здоровым, крепким, сильным помогает спорт. Заниматься физкультурой полезно, а заниматься физкультурой в необычной, непривычной и интересной для ребят обстановке вдвойне. 17 мая на стадионе спортивной школы прошло спортивное состязание «Мы будем побеждать». Подробности в нашем репортаже. В городских спортивных соревнованиях принимали участие дети подготовительных в школе групп шести детских садов «Лесная сказка», «Теремок», «Чебурашка», «Мишутка», «Ивушка» и «Дюймовочка». Педагогами проводилась заранее большая работа по развитию и закреплению знаний о летних видах спорта, о разновидностях индивидуальной формы, мячиков, атрибутики для данного вида спорта. И сегодня будет как заключительный этап данной работы. По всему стадиону для ребят были организованы станции. На каждой детям нужно было выполнить определенное задание или пройти эстафету. За выполнение команде вручался конверт с фрагментом картинки, которую ребята должны были сложить, пройдя все шесть спортивных станций. Все участники мероприятия получили грамоты и сладкие призы, что доставило воспитанникам еще большее удовольствие и массу впечатлений. Подобные мероприятия помогают дошкольникам поднять их соревновательный дух, учат действовать в команде и прививают любовь к спорту. Буги-буги, окей! Криминальные новости в Ярцевском районе задержали вымогателя. Сотрудники уголовного розыска установили, что 56-летний местный житель угрожал расправой новому возлюбленному своей бывшей пассии. Он заявил своему сопернику, что готов прекратить вражду за 100 тысяч рублей. Вымогатель был задержан при силовой поддержке сотрудников Росгвардии сразу после передачи ему потерпевшим денежных средств. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит срок до 7 лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В итоге их задержали. На сожителя завели уголовное дело по статье «Разбой», а на его товарища покушение на сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. О том, что еще произошло у нас в городе за минувшую неделю, нам расскажет подполковник внутренней службы отдела МВД Десногорска Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 107 сообщений о происшествиях. Из них 10 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 125 административных правонарушений, в том числе 95 нарушений правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного пенения в общественных местах к ответственности привлечены 14 человек. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова